Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ в студии Махач Курбанов. И коротко о главном, что вы увидите сегодня. Передвижные ФАПы уже в восьми районах республики. Дагестан получил крупную партию мобильных медицинских кабинетов. Подробности скоро. Трудно ли отказаться от проведения праздничных мероприятий? На площадке Риадагестан прошел брифинг на тему ресторана и ограничения в период распространения коронавирусной инфекции. Призваны сделать Дагестан одним из самых комфортных регионов для проживания. Комитет по архитектуре и градостроительству приглашает проектировщиков к участию в конкурсе архитектора. В Дагестане задержали лжесотрудника банка. Мужчина заработал на наивных россиянах более 500 тысяч рублей. Злоумышленник под видом сотрудника банка получал конфиденциальную информацию и присваивал денежные средства. Задержанный признался в 15 фактах мошеннических действий отношений жителей республики. Каким видом мошенничества вы занимаетесь? Расскажите поподробнее. Род видом Сбербанка. Какой характер? Баллы или кредит? Бонусы, спасибо. Ваша роль в чем заключалась в данной схеме? Мы звоним клиентам Сбербанка, сотрудникам банка. Я представляю и говорю, что там у него бонусы накопились. Беру у него все данные, которые он мне дает, которые я его спрашиваю. Я хожу на онлайн-банк, перевожу денежные средства. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Тем временем полиция призывает граждан быть бдительными. Помните, настоящие сотрудники банка никогда не просят сообщать конфиденциальные данные банковской карты. Такая просьба говорит о том, что вы общаетесь с мошенником. И необходимо тут же прекратить телефонный разговор. Следователи проверяют обстоятельства смерти троих местных жителей, чьи тела были обнаружены сегодня в одной из квартир в селе Баба-Юрт, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Ранее сообщалась предварительная причина смерти указанных лиц отравления угарным газом из-за неисправности печи. Теперь проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Дагестан поступила очередная крупная партия передвижных медицинских кабинетов. На этот раз Минздрав Республики получил 14 комплексов для обследования жителей отдаленных населенных пунктов. Это две врачебные абулатории, 8 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, два передвижных цифровых флюорографа и еще два маммографа. В Рио министр здравоохранения Джамалдин Гаджи Ибрагимов осмотрел комплексы и пообщался с медиками по поводу удобства таких мобильных кабинетов. У нас ферма номер 1, 2, 3, мы дали заявку на ремонт. Но там количество населения, ферма номер 1, 130, отец 2 до 100. И как-то строить действительно было бы нерентабельно. Использовать вот эту абулаторию было бы в самый раз. Ну смотри, самое главное, эффективное использование. Да. Тем более, вы их оснащили. Да, оснащение я уже зашла, посмотрела, там все есть. Передвижные ФАПы уже переданы в 8 районов республики. Остальные отправятся в другие муниципалитеты в самое ближайшее время. Отметим, что всего в этом году Минздрав Дагестана закупил 55 таких комплексов. Холодовый центр для хранения вакцин, в том числе от коронавируса, строится в Махачкале. Это модульный корпус в Республиканском центре инфекционных болезней. Общая площадь здания составит порядка 500 квадратных метров. Здесь будут установлены 15 крупных холодильных камер, где вакцина может храниться больше года. Для транспортировки препаратов до конца года в Дагестан прибудут два авторефрижератора. Рестораны Дагестана намерены следовать рекомендациям Роспотребнадзора в условиях риска разрастания пандемии. На площадке Рио-Дагестан сегодня состоялся брифинг на тему рестораны и ограничения в период распространения коронавирусной инфекции. Проводимая профилактическая работа с владельцами заведений касается в первую очередь соблюдения всех ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это ношение масок, соблюдение дистанции между посетителями и замер температуры. Также на фоне второй волны было принято решение отказаться от проведений праздничных мероприятий и музыкальных программ. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров встретился с жителями Дакуспаринского района. Цель визита – обсуждение накопившихся за последнее время в муниципалитете вопросов, требующих срочного решения. Одна из проблем – слабая реализация федеральных республиканских программ и проектов. По словам Хизри Абакарова, развитие Дакуспаринского района как туристического и культурного центра позволит создать новые рабочие места. Он пояснил, что планируется привлечение внебюджетных средств, создание благоприятных условий для инвесторов. Сегодня то, что я вижу, там сидят чиновники по 15-20 лет, уходить тоже не хотят. Без конца что-то говорят, но по факту ее нет. Вы согласны со мной? Поэтому я тоже думаю, что нужно эту структуру менять. Больше молодых людей, больше действительно энергичных людей и больше людей, которые действительно болеют за наш родной Дагестан. Все преобразования в районе будут в первую очередь согласовываться с жителями, отметил Хизри Абакаров. Кроме того, прежде чем развивать туристический потенциал Дакуспаринского района, будут приводить в порядок школы, дороги и общественные пространства. Если у нас между собой не будет взаимосвязи, ничего не получится. Поэтому в первую очередь это вы сами решайте, что вам нужно и к чему вы стремитесь. И ваше сознание. Если ее не будет, здесь ничего не поменяется. Поэтому я надеюсь, что вы будете и главу поддерживать, и молодежь поддерживать, и все то, что будет и Сульман делать, что вы будете поддерживать. Когда население поддерживает, желание бывает что-то делать. Также на встрече было отмечено, что на территории Дакуспаринского района в скором времени запланировано открытие гостиницы «Шалбуздак» на 50 мест, строительство вертолетных площадок для туристов и строительство альпинистской базы «Ярдак». В Чародинском районе совершены дорожные работы. Но в рамках госпрограммы завершен ремонт автомобильной дороги Цуриб-Гачоп протяженностью 11 километров. Дорога Цуриб-Гачоп проходит по горной территории и обеспечивает автомобильное сообщение между населенными пунктами Чародинского района. Основной проблемой отсутствия асфальта было и то, что во время дождей дорога смывала и люди оставались оторванными от внешнего мира. Кроме того, на участке планируется обустроить автобусную остановку, тротуар, дорожные и сигнальные знаки. В Дагестане объявлен архитектурный конкурс. Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана приглашает архитекторов и проектировщиков к участию в конкурсе, который призван сделать Дагестан одной из самых комфортных для проживания республик СКФО. Участникам предстоит не только создать комфортную городскую среду, но и вывести общественные пространства республики на качественно новый уровень, а также предложить архитектурные проекты образовательных учреждений, адаптированных к климатическим условиям и иным особенностям региона. В конкурсе представлены площадки в двух номинациях – общественные пространства и образовательные учреждения. Так будут разработаны проекты благоустройства территорий в четырех городах республики. К ним относятся набережная «Лунный берег» в Махачкале, площадь в Каспийске, озеро в Дербенте и территория городского сада Буйнакски. Что касается образовательных учреждений, в Комитете по архитектуре считают, они должны отвечать веянием времени и вписываться в архитектурный облик городов. Жюри определит шесть победителей конкурса, которые станут партнерами республики по внедрению предложенных ими решений и продолжат работу над своими проектами после завершения конкурса. Общий размер призового фонда конкурса составляет более трех миллионов рублей. На концепции идет создание общественного пространства, нужного для людей. Это общественное пространство, это место, где у вас есть дом, работа, и есть третье место, куда люди выходят гулять, отдыхать и, скажем, проводить время. Вторая номинация – это детские сады и школы. И с целью активации этого направления мы разыграли этот конкурс. Но чтобы была школа не вчерашнего дня, а чтобы была школа завтрашнего дня, чтобы наши дети могли в горах получить то же самое образование, которое есть в городе. Улучшить состояние городского пространства. Мы должны показать людям, что мы какими-то архитектурными решениями, мы можем преобразить наши города, и мы достойнее жить в красивых, хороших городах. Дагестанский боец Магомед Магомедов проведет дебютный поединок в Лиге Беллатар. В первом бою под эгидой одного из сильнейших промоушного мира махачканиц встретится с бразильцем Матеусом Матосом. Поединок в легчайшем весе станет главным событием вечера. Минувшей ночью оба спортсмена успешно прошли процедуру взвешивания. Напомним, что 28-летний Магомедов, известный своим прозвищем «Тигр», в ММА провел 17 боев. Единственное поражение он потерпел в реванше от чемпиона UFC Петра Яна. Примечательно, что Матос так же, как и дагестанец, проигрывал только Яну. Поединок пройдет завтра рано утром после 6 часов. И на этом у нас все. Оставайтесь на телеканале ННТ. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин